Эта вещь уникальная, потому что даже близких аналогов этой вещи нет. Кто-то считал, что, значит, деформированный череп свидетельствует о принадлежности, значит, его хозяина, там, касте жрецов. Это очень редкий орден, он называется Орден Черной Звезды Бенина. Собственно, это вот первый наш зал, зал археологии. По материалам наших археологов, исследователей, человек заселил нынешнюю территорию Осетии порядка 600-700 тысяч лет назад. И вот, собственно говоря, с этого времени мы получаем первые материальные свидетельства проживания здесь человека на территории современной Осетии. Несколько очень интересных культур, относящихся к эпохе бронзы. Вот здесь вы видите такие интересные сосуды, любопытные, с круглым дном. Это так называемая майкопская культура. Где-то с 34 по 24 век до нашей эры эта культура существовала. Вот такой важной, интересной особенностью является то, что сосуды круглодонные. Они очень, конечно, в практике нам сегодня кажется удобно. Скорее всего, под них ставились какие-то войлочные, либо какие-то другие подставочки. Вот это предметы, значит, этой самой майкопской культуры. Дальше следующая, так называемая, куроракская культура. Тоже достаточно широко представлена на территории Осетии. Ну, конечно, наиболее интересной культурой эпохи бронзы является так называемая кубанская культура. Это культура... Кубанская. Кубанская. Не кубанская, а кубанская. Название происходит от селения Кубан, где в 1869 году на землях местного крупного землевладельца Хабоша Канукова после схода селевых потоков обнаружилось какое-то древнее кладбище, в котором были найдены очень интересные предметы из бронзы вместе с погребенными. Они очень необычные, очень высококачественные в смысле их технического исполнения. Потом эта культура вызвала очень большой интерес. Тогда открылся первый на Кавказе настоящий большой музей, Кавказский музей в Тифлисе. Какие-то вещи были Хабошем Кануковым проданы туда. Он фактически этот большой довольно могильник грабительским образом раскопал и что-то продавал в Москву в Императорский исторический музей, что-то продавал в Императорский эрмитаж. По-моему, приехало очень много разных представителей и частных коллекционеров, зарубежных и крупнейших музеев Европы, которые эти вещи скупали. И сегодня, как ни парадоксально, в Осетии гораздо меньше предметов из этого могильника, чем во многих мировых местах. Большое спасибо товарищу Хабошу Канукову. Ну вот, собственно говоря, мы какие-то вещички можем посмотреть, представляющие собой эту самую кубанскую бронзу знаменитую. Вот такие необычные топоры, скорее всего, они ритуальные. Вот такие крупные заколки. Вообще они любили такие какие-то крупные формы. Сейчас мы еще посмотрим. А вот там на стеночке, над витринами, это прорисовка одного из мужских кубанских поясов. Вот такая сцена охоты изображена на этом поясе. Этот пояс был найден в селении Тли. Эта территория уже Южная Осетия, и сегодня он находится в Национальном музее Южной Осетии. Ну, такая вещь интересная, значимая. Вот. Ну, вот если говорить о предметах кубанской культуры, то, наверное, один из самых интересных предметов – это вот эта голова, видимо, либо какого-то бога, либо какого-то героя, как-то она в музей поступила в 1913 году. Это случайная находка у селения Нар. Местные жители нашли ее и передали музею. Вот. Эта вещь уникальная, потому что даже близких аналогов этой вещи нет. И она вот с художественной точки зрения вызывает у всех всегда такое удивление. Вот. Очень интересна и форма черепа, и изгиб шеи. И вот. Как будто Пикассо. Да, да, да. Она как-то очень интересно стилизована. Одно ухо выше, другое ухо ниже. Это, я уверен, тоже не случайно, намеренно сделано так. Да. В одном ухе дырочка, видимо, там серьга была. Да. Глаза у него насквозь прорезаны. Видимо, сзади ставили какую-то свечу там или лучи, но оттуда, значит, из глаз шел свет. Видимо, какой-то такой вот культовый ритуальный предмет. Вот. Вещи очень интересные. Сегодня они много писали, спорили, что же это за божество. Ну, как-то вот ее стали называть «Голова идола». С самого начала истории этого предмета в музее сегодня так называется. Хотя, ну, как-то не очень сложно. 2000 до нашей эры это, конечно, цепляет. Да, да. Вещи интересные. Как будто из фильма Ридли Скотта сделано. Вот. Ну, давайте вот еще тут какие-то у нас предметы этой самой. А вот этот вот лабиринт, я хотел спросить, про него все время говорят, что это же тоже что-то ритуальное. Ой, вот по поводу лабиринтов очень много споров. Значит, встречаются такого типа лабиринты на достаточно большой территории. Они есть, скажем, в Микенской культуре, вот где-то в бассейне Игейского моря. Они встречаются и в Дагестане горном. Это вот тоже из селения Махческ привезен этот лабиринт. Самые разные версии. Кто-то говорит, что это некая схема мироздания. Кто-то вот один у нас был математик, который очень убедительно говорил, что вот если сюда поставить 12-сантиметровый такой столбик гноман и определенным образом его, значит, расположить, то фактически это очень точный календарь, который показывает тень, падающая от столбика. Значит, там летнее солнцестояние, там еще что-то, еще что-то. Вот, но они есть и на, скажем, керамических сосудах, эти лабиринты. А там, конечно, ты его никак в качестве календаря использовать не можешь. Вот, но самая любопытная версия такая вот народная, которая сохранилась в астинском фольклоре, в нартовском эпосе. Там есть такой персонаж, который, значит, зовут его Шардон. Он постоянно каким-то образом вредит нартам. Он очень похож вот на скандинавского Локи. Это с ним Суслан воевал? Нет, Суслан воевал там с кем-то из Уигов, а он, в общем, постоянно каким-то образом нартам вредил. Они все время ему хотели, значит, как-то отомстить. И якобы вот этот лабиринт был высечен этим самым Шардоном. Никто не мог найти его дом. И это вот, значит, маршрут к его... Добро пожаловать совершенно в неизвестный греческий миф. Да, да, да. Вот в Осетии считается так. Ну вот еще несколько вещиц таких интересных, любопытных кубанской культуры, для того, чтобы вы имели представление на самом деле о очень таких высоких технологиях обработки бронзы, литья бронзового. Вот такой, например, кинжал с таким очень любопытным навершием в форме вот такой пары всадников. Вот технологически это очень непросто сделать. Поэтому вот тогда, когда открыли кубанскую культуру, это было очень большое удивление для исследователей, потому что, ну, горцы Кавказа жили очень бедно, и достаточно примитивной была материальная культура. И вдруг вот такие вещи, которые, значит, ну, такой вот высокий уровень там и художественного осмысления, и технического исполнения, это, конечно, вот такое произвело впечатление и большой интерес ко всему, в частности, вот этим кубанским бронзам. Это вот накосники, это браслеты, это вот эти самые кубанские топорики, вот, они тоже с очень интересной гравировкой, с орнаментами геометрическими, с изображениями разных животных. Ну, вот наши художники на основе археологических материалов сделали вот такие реконструкции, значит, мужчины кубанского воина и кубанской женщины. Вот, то, что касается, скажем, вот украшений, металла и так далее, это все довольно точно воспроизводит реальные археологические находки. То, что касается одежды, это больше уже, конечно, введение художника, потому что, к сожалению, кожа, ткань, органика сохраняется очень плохо. И здесь мы вот немножко пофантазировались, скажем так. Так, идем дальше. Ну, вот здесь у нас материалы, касающиеся проникновения скифов на Кавказ. Как известно, скифы использовали в том числе и, значит, проходы Центрального Кавказа для своих каких-то серьезных продолжительных походов в Закавказье, на Ближний Восток. Ну, и, естественно, что определенные материальные следы пребывания скифов здесь, на территории Осетии, тоже фиксируются. Кстати, вот кубанская культура, она в какой-то момент с появлением скифов начинает приобретать определенные, так называемые, скифоидные черты. То есть у них был свой звериный стиль. Такое хорошее слово, скифоидные черты. Я это за... скифоидные я запомню. Скифов свой звериный стиль, у них свой был звериный стиль. Поэтому, в общем, видимо, может быть какая-то и языковая близость между ними существовала. Мы не знаем, на каком языке говорили кубанцы. Но, во всяком случае, в их культуре появляются такие вот типичные для скифов элементы. Это уже сарматский период. Это уже время, когда налаживаются тесные связи с греческими колониями Северного Причерноморья. Появляются вот такой килик, например, стеклянный, вот такие амфоры. Это вот такие связи с Северным Причерноморьем, с культурой греческой. Знакомый шерифт. Да, да, да. Они все кременные. Брендированные товары. Да, да, да. Именно так. Брендированный товар. Совершенно точно. Вот. Новые типы вооружения появляются. Вот такие типичные для сарматов мечи. С кольцевидным навершием, с валютовидным навершием и так далее. Ну и, собственно говоря, вот с первого века нашей эры на Кавказе фиксируется появление алан наших ближайших, так сказать, предков. Вот. Это вот уже материалы, касающиеся ранее аланской культуры. Вот такой экспонат, достаточно редкий для Кавказа. Женский деформированный череп. Тоже такая, в общем-то, интересная история. Долгих-долгих научных споров. 80% населения жрецами никак не могут быть, понятное дело. Вот. В общем, спорили об этом долго и много. Значит, туристам обычно задают вопрос, как вы думаете, для чего. Ответ всегда бывает самый простой. И, чтобы лучше шлем на голове сидел. Вот. Ну, я считаю, что все-таки шлем под форму головы легче сделать, чем голову под форму шлема. Ну, вот сейчас большинство... Компания-производитель шлемов специально сделала такие шлемы, чтобы все... Уже тогда диктат капитализма и общество потребления существовало. Да. Ну, самое интересное, что в последнее время большинство исследователей склоняются к версии, что это просто была такая мода. Мода, да. Что это... Никаких изменений там в мозжечке, и человека там третий глаз не открывался. На самом деле этого не было. Ну, мы знаем это по племенам там в Африке, в Австралии, что там они тоже что-то с собой делают, потому что... Ну, мы помним, в Китае там знатные женщины там стопу уродовали, потому что считалось красивым маленькую ножку иметь. Ну, в общем, вот, видимо, это... В общем, я так думаю, что это следующий тренд в Инстаграме у нас. Да, я думаю, что мы сделаем реконструкцию лица по черепу, так, чтобы понимать, как вот выглядел человек с такой головой. Это же его, получается, их с детских, прямо вот с рождения как-то сжимали, да? Значит, есть несколько типов вот искусственной деформации. Есть кольцевая, лобно-теменная, где-то накладочки, где-то просто туго бинтовали. И пока кости мягкие, регулярно эту повязку меняли, и, значит, вот в итоге, как ребенок рос, он... Это получается, что я, конечно, не медик, но это мозг же тоже как-то, получается, подстраивается под это строение костей? Ну, видимо, да, конечно, конечно. Вот, ну, в общем, много таких интересных вещичек. Керамика самой разной формы, вот с такими ручками в виде животных, так называемые, зооморфные формы, украшений много. Вот такие альчики, это косточки из бараньей ноги, они встречаются очень часто в сарманских погребениях, они есть в оланских погребениях. И вот буквально еще совсем недавно в астинской этнографии очень популярная игра среди мальчишек была, они бросали эти альчики, в зависимости от того, на какую сторону он станет друг у друга, эти альчики выигрывали там и так далее. Вот, ну, вот такие типичные крупные сосуды хозяйственного предназначения, хранили в них какие-то сыпучие там, я не знаю, зерно, еще что-то, могли где-то воду хранить, масло. Вот, это уже вот такой расцвет аланской культуры, очень любили своих лошадок так красиво украшать. Это вот все, значит, такие бляхи, которые вот украшали, скажем, там, круп лошади, грудь лошади. Это все материалы вот раскопок здесь на территории Осетии. Вот такое очень интересное седло было найдено в Аландском катакомбном могильнике в Даргавсе. Вот такие луки-седла, обитые, значит, серебряным орнаментом. Очень редкая находка, потому что дерево, кожа всегда плохо сохраняется, но, тем не менее, у нас кое-какие предметы такие есть. Вот, например, это лично я в том же Даргавском катакомбном могильнике работал. Вот такая любопытная была находка. Деревянная кружечка в ней, значит, грецкие орехи, лесные орехи, и даже маленькая, совсем скукожившаяся, то ли это грушадичка, то ли это яблоко, мы не проверяли. Ну, в общем, такие вот элементы заупокойной пищи. Вот, это вот, значит, период распространения христианства в Алании. Зрукский храм, сегодня он реставрируется, так он, вот от него осталось фактически полторы стены. Он стоит на берегу реки, река, берег подмывает, обрыв, и вот уже большая часть храма туда обрушилась. Ну, вот сейчас ведутся работы по его, так сказать, реставрации. Это голосник из этого храма. Монтировали специально такой сосуд, где-то вот под потолком, для того, чтобы улучшить акустику внутри храма. Вот он сохранился. Это вот тоже фреска подлинная оттуда, из этого храма. Вот, ну, в общем, храм датируется X-XI веком, один из таких ранних храмов. Вот, ну, вот здесь материалы одного, наверное, из самых известных в Осетии памятников. Это Даргавский город мертвых. Наверное, чаще всего туристы посещают именно этот объект. Вот, 95 склепов разной формы. Там есть полуподземные, четырехскатные, двускатные крыши. Вот, это вот склеп в разрезе. Примерно так это выглядело. Каждый склеп представляет собой там семейную или фамильную усыпальницу. Вот, через эти окошки заносили покойника, клали его на полки. То есть, такая вот экономия земли, потому что кладбище занимает много места в условиях малоземелья, в горах. Это такая непозволительная роскошь отдавать землю покойникам. Поэтому старались вот минимум, минимум земли. А это материалы, которые вот там, значит, проводились несколько раз, раскопки. Последний раз в середине этих склепов 80-х годов. Здесь и украшения, здесь и обувь, и одежда, и даже вот такие птички, игрушки. Да, вот смертность детская, конечно, была высокой тогда. Вот, гребешки, посуда. Самые поздние, вот такие бутылочки российского фабричного производства, они клеменые. На них стоит дата там 1812 год, 1825 год. То есть, вот эти склепы функционировали реально как кладбище, где-то до первой четверти 19 века. Вот, наиболее ранние погребения там датируются 16 веком. Вообще, ранние склепы на территории Осетии, это где-то 13-14 век. Доргавс, конкретно, это 16-й. Вот, курили уже 17-18 век. Турецкие курительные трубочки. Брились опасные бритвы. Ну, в общем, вот такие интересные вещи. Вот, хотел бы на этот костюм обратить внимание. Это, на сегодняшний день, единственный полный женский костюм 18 века на Кавказе. Вот. Видимо, девушка была достаточно состоятельная, потому что вот это внутреннее платье, это китайский шелк. Вот это персидский кушак, которым она была подвязана. Причем он великолепно сохранился, как видите, и цвет, и ткань, и так далее. Вот эта маленькая сумочка типа кесета с ней была. Вот такое платье, еще одно, тоже из импортного шелка. Это такая верхняя одежда была. Вот. Ну, в общем, таких вещей действительно очень мало сохранилось. Ну, здесь, собственно говоря, начинается осетинская этнография, 18-19 век. Предметы такие вот типичные для осетинского быта, как и, в общем-то, для соседних народов многих. Вот такая, скажем, люлька, она очень характерна и встречается действительно у многих народов. Даже в Афганистане какие-то, я смотрел работы по этнографии Афганистана, абсолютно такая же люлька у них. Вот. Это вот, значит, очаг, надочажная цепь, одна из таких важных святынь в осетинском доме. С ней очень много действительно связано. Есть специальное божество Шафа, который вот покровитель очага надочажной цепи. Например, когда приводили в дом молодую невесту, ее обводили вокруг очага, вокруг цепи надочажной, как бы посвящали этому дому. Вот. Если кровник мог пробраться в дом своих кровных врагов, схватиться за надочажную цепь, то на этом кровное месть останавливалась. То есть он как бы причащался к этому дому, он становился вот, ну, своим человеком в этом доме, на него уже кровная месть не распространялась. Ну, и таких, в общем-то, историй с цепью надочажной очень много связано. Она практически вот в неизменном виде существует со средневековья, вот с оланских времен. Там есть оланские археологические цепи. Точно так же все сделано. Такая же форма звеньев, тоже такой квадрат крученный. То есть, ну, когда-то идеальная форма была найдена, она потом существует уже без изменений. Вот. Вот это, наверное, самое почитаемое святилище в Осетии, святилище реком. Это элементы святилища, которые были привезены после его реставрации в 1936 году. Святилище деревянное, оно уже совсем, значит, дерево пришло в негодность. Его в 1936 году реставрировали. Щеблыкин и Пчелино. И вот какие-то элементы были сюда привезены. Вот, в частности, например, вот такой очень любопытный кулакол. Подарок святилищу реком грузинского царя Георгия XI. Вот, значит, соответствующей надписью 1680 года. Это макет этого святилища. Это туристы оставляли. Да, тут у Осетии такая традиция, когда человек бывает в святилище, он, значит, о чем-то просит, что-то загадывает, какие-то желания оставляет в святилище монетку. Ну, вот это тоже любопытное явление. Макет святилища воспринимается как реальное святилище. И вот здесь вот собираются, значит, монетки, которые там, ну, в течение месяца их уже достаточно много. Мы их собираем, летом бывает праздник на этом святилище, и мы это все туда передаем. Ну, а что с ними делать? Это не наши деньги, это деньги святилища. Ну, это вот тоже предметы осетинского быта, вооружения, одежда. Спа-центр. Культура нет, это пивоварение. Вот такие большие медные котлы, значит, для варки пива, это все, вот, значит, приспособления, которые касаются пивоварения, в том числе и вот такие большие ритуальные чаши, вот, с которыми во время какого-то важного праздничного или ритуального застолья, старший за столом, значит, с чашей пива обращался с молитвой к Богу, просил милости, просил благословения, здоровья и так далее. Вот, ну, вот здесь тоже такое продолжение зала этнографии осетинской. Вот такие кресла были. Это кресло старшего в доме, только старший имел право садиться за такое кресло. Всегда спрашивают, почему такие низкие, старику неудобно вставать. Ну, на самом деле, конечно, все это было очень так, и вся мебель была очень низкой. Хорошо, так сказать, с практической точки зрения продумана, потому что в доме находился открытый очаг. Иногда это дым, иногда это чад. Чем ниже ты сидишь, тем меньше тебе этого дыма достается. Вот, это вот такие, значит, типичные образцы осетинской мебели. В каждом доме был вот такой большой диван, он служил и постелью, вот, он служил и, конечно, для гостей. Да, это вот такие светильники в осетинских домах были, были, которые подвешивались сверху, были вот такие настольные. Ну, вечерами для каких-то там рукоделий женских и так далее. Вот. Ну, и вот мы с вами зашли в старое здание. Это особняк купца Ходякова. Он был таким крупным предпринимателем во Владикавказе в конце 19-го, начало 20-го века. В какое-то время он был гласным городской думы. Этот дом принадлежал ему. Вот в процессе, значит, реставрации и создания нового музея, вот, были расчищены, значит, вот, стены этого особняка. И вот это, значит, самый первый слой, то, как это выглядело при купце Ходякове. А это уже, вот, как бы, значит, художники воссоздали этих вот попугаев и так далее. Здесь у него был вот такой грот, здесь была ванна. В общем, дома у него был вот такой фонтан. Но пока мы не знаем, мы не нашли аналогии, чтобы его восстановить. Поэтому пока вот это в таком виде у нас музей. Так, пошли дальше. Нет, вот сюда. Ну, вот это тоже образцы кузнечного дела, образцы надочарных цепей, котлов для варки пива или для варки мяса. Вот тоже очень интересные вот эти самые светильники, куда закреплялась лучина. А интересны они тем, что вот эти, значит, такие вот фигурки баранчиков зооморфные, они очень напоминают фигурки, которые вот второе тысячелетие до нашей эры, кубанской бронзы, там очень похожие есть изображения головки животных. Вот. Ну, вот здесь тоже вот какие-то элементы старой, так сказать, вот штукатурки, росписи альфрейных, которые при Хадикове были реставраторы, оставили нам. Ну, вот это уже 18 век. Это первое осетинское посольство. В 1749 году представители, старшины осетинских обществ отправились к Елизавете Петровне вести переговоры о вступлении Осетии в состав Российской империи. Вот. Ну и, в общем, вот это, значит... Ну, если важно ответить... Нет, ничего. Ничего такого. Вот основание крепости Владикавказ. Владикавказская крепость. 1784 год. Это уже после присоединения сети к России. Через 10 лет была основана по распоряжению императрицы Екатерины II. Владикавказская крепость. Ну, это хорошо известные всем персонажи, которые побывали во Владикавказе. Пушкин, путешествие в Арзрум, описывает, он проезжал через Владикавказ дважды. Ну, и, конечно, Владикавказ изначально стал формироваться как город многонациональный, поликонфессиональный. Вот. Отставные офицеры его полюбили, многие приезжали на постоянное жительство после, значит, службы во Владикавказ. Казачьи станицы были, близ Владикавказа основаны. Вот. И во Владикавказе, конечно, казаки жили. Вот. Естественно, православие. Вот такой красивый был римско-католический костел, который был снесен уже во время советской власти. Ну, вот такие, значит, четыре иконы из этого костела в фондах нашего музея сохранились. Одна вот экспонируется. Торы, синагога. Синагоги же этого собора тоже нет сейчас. Этого собора нет. Это кафедральный собор. Это на углу Бутырина целый квартал он занимал. И музейного переулка, этого собора тоже нет. Мечеть Суницкая сохранилась, да. С ней тоже там такая интересная история связана со строительством этой мечети. Был выделен земельный участок и, значит, стали собирать мусульмане деньги. Ну, никак не хватало для строительства мечети этих средств. И там львиную долю, по-моему, порядка 30 тысяч, внес бакинский нефтепромышленник Муртуза Мухтаров, который был женат на Лизе Тугановой. Вот, жена у него была Осетинка. И вот он решил, значит, помочь строительству этой мечети. Она называлась даже до эволюции Джума-мечеть Мухтарова. Вот, он нашел архитектора Лашко, который строил эту мечеть. Вот, и там такие, ну, как считают специалисты, мотивы достаточно ярко читаются некоторых каирских мечетей, египетских. Она небольшая, но она очень красивая. И в интерьере там богатые росписи. Такая очень любимая всеми, открыточная, открыточная для нашего города место. Вот, ну, все императоры с Николая Первого до Николая Второго во Владикавказе побывали. Вот, считали, что такой город важный. Ну, нужно сказать, что вот Владикавказ стал таким очень важным городом и в смысле развития образования среди горцев Кавказа и среди Осетин, в частности. Здесь появляются учебные заведения, в том числе и женские учебные заведения. Ольгинская, да, гимназия. Вот, это вот начало книгопечатания. Вот это тоже достаточно редкая вещь. Это первая печатная книга на осетинском языке. Краткий катехизис. Вот, она была издана по инициативе моздокского священника Гая Такаова в конце, самом конце 18 века. Ну, и потом осетины очень активно участвовали после вхождения Осетии в состав России в практически всех войнах, которые вела Российская империя. И в этом смысле, конечно, вот один персонаж, наверное, которым нужно немножко поподробнее рассказать. Это, значит, уроженец селения ЦМТИ. Это вот напротив Феогдона, наверху маленькое, уже практически заброшенное село Дудар-Караев. Он вступил в Балканскую войну еще в 1876 году. Уехал воевать, значит, за свободу сербов, болгар и так далее. Потом в следующем году уже Россия вступила в эту войну. И он тогда написал рапорт о переводе его в, значит, какое-то российское военное подразделение. Это его орденская колодка. Вот тут и сербские награды, и болгарские награды. Вот последний — это румынский крест за форсирование Дуная. И вот этот с бело-голубой эмалью — тоже очень интересная награда, удивительная награда, потому что это очень редкий орден. Он называется Орден Черной Звезды Бенина. Бенин в то время был в французской колонии. Вот что там делал Дудар Караев, сказать очень сложно. Вот тут вот у нас сохранилось кое-что из его личных вещей. Он, значит, воевал, вот начиная с русско-турецкой и заканчивая Первой мировой. Вот это, значит, персидский поход. Значит, генерала Баратова, он там служил. Это вот то, что он привез в качестве трофеев из Персии в Первую мировую войну. Вот он получил земельный надел в Петергофе. Там у него родился сын, который стал потом генералом советской армии. Очень такой тоже интересный, интересный и кандидат на ОКОМ был, и основатель общества советско-болгарской дружбы. Ну вот, это, кстати, я говорил о визитах императоров. Это вот известная фотография, подлинник хранится у нас в музее. Это декабрь 1914 года. Император посетил Владикавказ. Он объезжал, значит, территории, которые были близко к фронту для, так сказать, поднятия духа. Посетил госпитет, его встречают, значит, казачьи атаманы, старшины. Вот человек с очень интересной историей. Вот очень интересный документ. Наверху автограф короля Георга V британского. Внизу подпись тогдашнего военного министра, а впоследствии премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа о награждении ротмистра Казбулата Гуцунаева британским орденом за выдающуюся службу. Это высокая награда. Ей награждали офицеров от майора и выше. А он был ротмистром, это капитан. И вот на момент его награждения в 16-м году всего два человека, он и еще один граждане Российской империи, имели такую награду. Награда тоже у нас в музее хранится. Вот это его фотография, вот единственная, которую мы смогли на сегодняшний день найти, с супругой и сыном Вадимом. Он не принял революцию, он возглавлял один из осетинских полков, отступал вместе с вооруженными силами Юга России, когда шла уже здесь гражданская война. Он был убит на территории Украины, тело привезли, похоронили в родной его Дигоре, в ограде церкви. Потом и церковь снесли, естественно, могилы, которые по ГОСТ был рядом. Тоже это все было уничтожено. Ну, в общем, вот человек такой интересной биографии, мы не можем выяснить до сих пор, за что он получил такую высокую награду. Скорее всего, это была или какая-то дипломатическая, или разведывательная миссия. Англичане очень скупились давать иностранцам свои награды, А уж капитану дать орден за выдающуюся службу, это на самом деле случай уникальный. Вот. Ну, что еще? Это вот пришла советская власть. Вот. Вот. Пойдемте дальше. Ну, вот. Это уже, так сказать, такая культурная жизнь. Появляется Остинский театр, появляются еще какие-то важные учреждения. Это вот представители, значит, первого поколения такой уже советской, и не только советской, но и досоветской, конечно, здесь интеллигенции, Борис Алборов, здесь известные наши просветители, первые писатели. Вот. Вот, кстати, как и во многих других национальных республиках, какое-то время, вот, конец 20-х, 30-е годы, письменность на основе латиницы была. Вот. Потом уже всех перевели на кириллицу. Вот. Вот. Тоже такой любимый детишками экспонат. Вот. Такой вот трактор Владимирский, если я помню, трактор 30-го года, который в одном из колхозов до середины 50-х годов реально эксплуатировался. Потом тракторист, по-моему, в 56-м году своим ходом приехал из Ордона вот сюда, значит, в музей. Сказал, все, мне дали новый трактор, мы его сдаем в музей, забирайте. То есть его чуть-чуть подшаманить, и можно на нем поработать при желании. Ну, вот это развитие промышленности, рудники, севка в цинк и так далее. Вот. Вот это, это зал войны, который нам нужно, который нам нужно перемонтировать. Его делали раньше, чем остальные залы, поэтому мы отсюда заходим. Тут у нас уже победа, а начало войны осталось там, поэтому нам его нужно будет, вот час зимой, может быть, мы его разберем и соберем экспозицию заново. Смотри, какой чудесный ковер. Вот. Ну, наверное, здесь, конечно, нужно остановиться на наших генералах. Здесь очень много достойных людей, о которых можно много рассказывать, интересного рассказывать. Ну, вот, конечно, Иса Александрович Плиев и Хаджумар Джорович Мамсуров. Это такие вот, ну, легендарные знаковые фигуры для нас. Вот. Это, это вот Мамсуров, да, полковник Санти, прототип главного героя романи Хемингуэя «По ком звонит колокол». Они несколько раз встречались с Хемингуэем, приезжал специально, вот, значит, как бы сформировать для себя его образ, этого человека. Вот. Мамсуров его не очень жаловал. Он говорил, что вонял алкоголем, и борода неправильная. Да, он, говорит, был выпивший, поэтому он не очень любил с ним общаться. Ну, и, конечно, вот Иса Александрович Плиев. Это вот, кстати, пропуск на тот самый Парад Победы. Вот он стоит в ряду наших выдающихся военачальников на Параде Победы. Вот. Это вот его награды. Две звезды Героя Советского Союза, шесть орденов Ленина, два Суворова, Кутузов, Октябрьская революция, три ордена Боевого Красного Знамени. Это вот иностранные награды, три ордена Сухибатора, орден Полярной Звезды, командор ордена Почетного Легиона Французский, американская высшая военная награда, тоже там какой-то легион, звезда Героя Монголии и так далее. Ну, в общем, человек такой действительно заслуженный, выдающийся. Вот. Заканчивал войну на Востоке, в Японии. Это, значит, мечи японские из его коллекции, у него хорошая коллекция оружия, холодного оружия в частности. Вот. Это его такие вот трофеи, скажем так, которые он с войны привез с собой. Здесь, наверное, есть тоже много о чем рассказать. Ну, давайте, если так, коротко совсем. Юрий Сергеевич Кучиев, тоже наш выдающийся земляк, он командовал атомоходом Арктика, который первым покорил Северный полюс, атомный ледокол Арктика. Кучиев был его капитаном. Вот эти вещички были в каюте капитана. Сегодня они хранятся у нас в музее. Вот. Мечтал быть летчиком, но, к сожалению, так ему не удалось поступить в летное училище, потому что отец его был репрессирован, его, значит, в летчики, как врага народа, не взяли. Значит, на моряка учиться можно было, сыну врага народа на летчика нельзя, потому что не доверяли, мог угнать самолет там и так далее. Да. И в итоге стал вот известным таким капитаном из документальной кадры, как он подходит, значит, вот к флагу на Северном полюсе, и на нем шлем летчика. Все-таки это мечта, мечта в нем жила, да, да. Это вот такие два первопроходца, очень такая теплая фотография, два Юры, два первопроходца. Да, это вот тоже надо было сделать так. Это такой очень известный, известный Тимирби Аллагов, герой социалистического труда. Вот, вот где-то есть он. Вот как раз Никита Сергеевич его обнимает. Рядышком стоит Кабалой Беларий Мазаевич, первый секретарь Северо-Остинского обкома партии. Это вот приезд Хрущева в Осетию незадолго до известных событий 64-го года, когда его сместили. И вот последний его, так сказать, визит был как раз в Осетию. По этому поводу у нас иногда шутят. Вот, стоило ему в Осетию съездить, его, значит, это вот Светлана Адрхаева, ее балетная пачка, према-балерина. Вот, первая женщина-дирижер Вероника Дударова, ее дирижерская палочка. Ну и вот, значит, памятник этот, наверное, многие знают, да, памятник, который стоит в Уфе, который сегодня на государственном гербе республики Башкортостан, памятник, который создан вот нашим земляком, замечательным скульптором, сослым беком Тавасиевым. Вот, стал вот символом республики. Вот, ну, Века Баева, крупнейший иронист, отечественный 20-го века, член многих зарубежных Академии наук европейских. Вот, действительно, такой, тоже, наверное, в науке самый-самый известный из наших ученых. Джигиты Алибек, цирковая династия Кантемировых, тоже вот передали нам какие-то предметы несколько поколений Кантемировых. И в России, и в зарубежных многих-многих цирках выступали, работали такие наши славные земляки. Друзья мои, теперь, если вы окажетесь в Владикавказе, вы сможете посетить данный музей уже с каким-то багажем знаний, потому что, естественно, там можно рассказать в цать раз больше и показать в цать раз больше, но мы были ограничены по времени. От себя хочу сказать, что экскурсии сейчас идут очень редко, но иногда бывают. На выходных можете смотреть расписание, и вас ждет еще одна лекция серии «Романова без соплей» у Дмитрия Павловича «Убийца Распутина и его семье». Анонсы есть на сайте, собственно, там же и билеты. А для страждущих напоминаю про три моих книжки, «Остросоциальный роман Корень», «Путеводитель по Невскому проспекту» и книга о пиаре во время русско-японской войны, которые вы точно так же можете приобрести как на сайте, так и после моих мероприятий. В данном случае я их подписываю. На этом все. Приезжайте в Владикавказ, приезжайте в Петербург. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока. Я хватаю ртом воздух, Я цепляюсь за звезды, И тебе потерять Меня слишком просто. Я хватаю ртом воздух, Я цепляюсь за звезды, И тебе потерять Меня слишком просто. Красное яблоко в сердце повисло, Больше встречаться нам не смысла, Нет смысла мучить друг друга. Но твоя кожа нежна и упруга, Но твои руки тонкие ветки, Взгляд твой по-прежнему острый меткий. Губы твои нежные листья, Ты не целуешь, ты мажешь кистью. Все, что говорила, водою смыла, Стену между нами ничто не распила. Я отрываюсь, поднимаюсь, Где-то под солнцем растворяюсь, Я не могу смотреть вниз, Ты улетел, как морской бриз, И где-то в небе повис.